Так, 17 августа 2022 года, Маговицына Наталья поднялась на пить компетент. У-у-у! Молодец! Спасибо! Ну, с вас ничего не было, у меня было? Ну, блин, самое главное, что ты сама смогла. Да? Это тебе на память, да. В момент штурма вершины я попросил Наталью показать мне то место, где случилась трагедия. Но, к сожалению, она не смогла вспомнить, где точно. Мы знаем, что это где-то перед куполом вершины на высоте 6800 метров. Представьте себе, без спальника, без палаток, без горячей воды провести ночь рядом с замерзающим мужем и выжить. Мне кажется, что это героизм. А ведь потом надо было спуститься вниз, осознать трагедию, гибель, научиться заново жить, заново радоваться жизни, быть счастливой, вернуться в горы. Вот это, мне кажется, героизм души. Проживя несколько дней с Натальей, я удивился, насколько гармонично в ней сочетаются вот эти черты героизма. Наверное, таких как раз людей и любят горы. В них комфортно, этим людям. Дальше, да, когда они пришли одни, то есть, да, вот меня как раз, когда они пошли вверх, меня стали уговаривать спуститься вниз, но я сказала, нет, я дождусь мужа, потому что я знаю, что я им нужна. Они пришли, принесли одну беседку, сказали, что никого нет. У меня рюкзак уже был собран, чтобы идти вниз. Но я его одела и пошла, но Греков тоже сказал, ее одну не оставляйте. То есть, там дал двух, других, абсолютно других гидов, не те, которые ходили к моим мужем. Мы сначала спустились до Мульды. Они меня там покормили, и это было первый раз, наверное, за два или три дня, я уже даже не помню. В общем, что я не пила двое суток, это точно, что я еще не ела. В общем, не знаю, вот они меня тогда там накормили всякими сладкими батончиками, чаем. Дождались ночи, и с Мульды мы добежали до базового лагеря, потом через бутылку. До базового лагеря дошли. Вот. Ну, в базовом лагере там уже Аксай, конечно, взял надо мной опеку полностью. То есть, сразу и размещение, и питание, и вертолет, и гостиницы, то есть, они сразу взяли надо мной. Ну, вообще, ты как думаешь, он бы выжил, если дальше спускали? Не знаю. Я вот участвовал не в одних спасработах, я тебе могу сказать, что я даже не представляю, как два парня, гида, могли его спустить с 6,850 до 6,400 за день. Я тебе еще более того скажу, что два парня, они по весу, они меньше его, то есть, он их крупнее был. Ну, а вот этот вот, кувар вот этот вот, где вообще горизонтальные перилы идут, это же, по идее, это же, что на себе надо тащить. Ну, да, да, да. Я вот просто могу, и понятно, что они были ушатанные там. Они, да, они же ночью поднимались с пяти, там, 200, да, с второго лагеря, потом до нас, это они почти 2 километра набрали, потом спускали целый день. Сейчас я понимаю, да, что они не могли спустить, а тогда у меня, говорю, у меня даже такой мысли не возникло, что его не спустят. Думаю, ну как, всегда же спасли, если говорят, что спустят, значит, спустят, как это может быть по-другому? Слышно высоко. Не возникло, ты вот понимаешь, вот у меня не возникло мысли вообще. Я была вот уверена, то есть вот когда мы пережили вот эту ночь, и когда нас нашли, я была уверена, что его спустят. Потому что чудо, на самом деле, то, что вы даже там, и он, ну, ладно, ты, как бы, да, понятно. Ну, да, я же там двигалась, да, что он даже эту ночь пережил. То, что он пережил еще один день, это чудо. И, конечно, ну, я не знаю, мне, конечно, сложно судить, потому что, ну, организм человека, это очень уникальная, ну, такая структура. У каждого организм свой. Кто-то вот на него дунул, он умер, да, грубо говоря, а кому-то вот все по плечу. Но, как бы, мне кажется, конечно, что он бы все равно, даже если в палатке он был, он на 6400 бы остался. Вот, потому что, ну, я не знаю, с такими обморожениями, обморожение же это тоже, ну, как бы, тело. Тело, да, плюс еще все эти инсульты и прочее. Ребята молодцы, они старались. Так, какие-то. Да, они, они и заботились за ними, и ухаживают, потому что, да, он же не понимал, что делать. То есть он скидывал перчатки с себя, то есть он рук, я как-то не чувствовал, он скидывал, да, перчатки и так далее. Конечно, это все одевали, заботились, поправляли. Спускали. Ну, улетел, конечно, он, что-то, все, он выполз. Да, он выполз, он выполз из обвязки своей. Тут вариантов тоже. Те, кто падают, вот при мне разбивался человек, ну, мы тоже шли. Если сюда, в цирк, то находят, тело можно найти. Если туда, то спокойно. В Казахстане, если. Ну, там же видел, там слишком крутые стены и ледопад в конце. Ну, вот, там вслед за как раз твоим мужем, Азаджи. Да, через день, по-моему. Да, ну, не через день. Там чуть-то больше. А, и самое главное, что, когда это еще все случилось, у нас это же 8 августа случилось, когда у него инсульт произошел, 8 августа поднимались. То есть, мало того, я не альпинизм, но в этот же день с карнизом упал Валя Михайлов на победе. То есть, сначала все туда кинулись, облет делать, там где-то вот все смотреть. То есть, он чуть раньше. То есть, я уже по рации, когда начинаю вызывать, я уже слышу, что там уже все, что все спасы идут на победу. И я говорю, у нас вот тут тоже ЧП. Удивительные вещи происходили в этот год в районе Южного Нальчега. С начала 8 августа погибает Валентин Михайлов. Идут с пасработы на победе. Он встает на карниз, карниз обрывается, и он улетает. Через 2 дня, в ночь на 10 августа, погибает, тоже без вести пропал Сергей Наговицын, о котором снят фильм. Проходит несколько дней, мы идем на штурм Хантенгри, и на следующий день без вести пропадает Азат Акзамов. Парень тоже прилетел на Северный Нальчег вместе с нами, делал акклиматизацию, ну, чувствовал себя плохо. Поднимался слабо, и на штурм я ему крайне не рекомендовал выходить. А тут еще и у него села рация, испортилась погода, и он, видимо, попытался выйти на штурм и без вести пропал. Потому что на следующий день после нашего штурма к вечеру разыгралась адская непогода на Хане. Вот 3 смерти буквально в течение недели. Вот как после этого не поверить в какую-то мистику. Еще, знаешь, все-таки хотел, чтобы ты рассказала немножко по вот этим документам, вот этой вот дурости всей, которая, что вот человек пропал, пропал без вести. Есть свидетели. То есть что, да, вот он был, вот его нет. Да, дурости в нашей стране полно, конечно, особенно бюрократической. В общем, то, что человек пропал, никого не волнует. Он считается пропавшим без вести только через 5 лет. До 5 лет считается. А может, он женой поругался, как он на это не хочет возвращаться. А может, он еще что-нибудь. Тем более, за границей пропал. Он куда-нибудь эмигрировал. И никто ничего не хочет делать. Есть свидетели, нет свидетелей. В общем, он числится. Живым здоровым. Пожалуйста. Приходят всякие уведомления. Вот он умер за 5 дней до своего 45-летия, когда нужно менять паспорт. Все, и на этом все встало. То есть поменяйте паспорт, тогда у вас будет то-то. Поменяйте паспорт, тогда это. Ну, в общем, началась вся эта история. Мне помогла очень женщина одна моя знакомая. Она юрист. Она взяла все это на себя. Все эти бюрократические вопросы. То есть мы собирали документы, запрашивали в Киргизию. Нам присылали официальные лица на киргизском языке документы. Мы запрашивали свидетелей, ребят, которые его спасали. Все спускали у нас. Все это есть. И в конце концов, через полгода мы подали в суд. Раньше полугода просто заявление не подают. Не принимают. Вот, через полгода мы подали в суд о признании его умершему. Значит, признать умершему можно только, если он пять лет нигде не объявлялся. Его никто не видел. Либо через полгода, если он был оставлен в обстоятельствах близких к смерти. Последний раз вы увидели в обстоятельствах близких к смерти. Тогда можно через полгода. И вот все эти полгода, в общем, мы собирали доказательную базу, что он был в обстоятельствах близких к смерти. Потом суд. Суд несколько раз переносился. Это тоже все не быстрый процесс. И вот как раз почти на годовщину, за месяц до этого суд признал его умершим. Вот ты сейчас поехала сюда со мной, поднялась, вот табличку, да, мы установили. Слушай, а как дети, вот как ребенок у тебя воспринял идею мамы идти на следующий год опять туда же, где погиб отец? Нет, ребенок у меня нормальный, адекватный. Он даже слова не сказал. Все сразу. Я на самом деле, я сказала сразу, я говорю, я с ним не попрощалась. Мне нужно побывать снова в этом месте. Попрощаться? Да. Вот. И потом, ну как, потом пришла идея, я говорю, давай повесим табличку. Ммм, давай. Вот, я еще даже спросила, ты, ты, да база, он сам не альпинист. Я говорю, ты до базового лагеря полетишь, будешь в базовом лагере? Он сказал, нет, останется дома. Вот, я сказала, ну хорошо, тогда я одна. Все, и большое тебе спасибо. Если бы не ты, эта экспедиция бы не состоялась в этом году, по крайней мере точно. Слава богу, что сейчас состоялась. И повесили, да, и сделали. И пока, да. Ну, я тебе говорю, меня отпустило, потому что как-то, когда ты идешь на гору, ты понимаешь, что от тебя тут зависит, ну так, немного. А когда ты взялся повешать табличку, и как бы ты же понимаешь, что все, тут инструменты, все, много вопросов. Поэтому, слава богу, что все получилось. А вам, друзья, я желаю, чтобы, конечно, таких трагедий в вашей жизни не случалось. И помните, что люди ходят в горы не за смертью, и не за риском, и не адреналином. А за теми яркими проявлениями жизни, которых нигде в обычной жизни нет. Вот сейчас за мной, как раз Хантенгри. Народ сейчас штурмует гору. Сегодня прекрасная погода. И они счастливы. Счастливы, что они могут прикоснуться к этой стихии. Чего и вам желаю. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»